Всем привет! И в этом видео я расскажу вам о палетках Sleek. У меня недавно появилось две палетки. Я уже сняла видео о палетке Зачарованный лес. И в этом видео я покажу вам лимитированную палетку полностью матовых цветов, которая называется Force of Nature, либо в переводе, что означает Сила природы. Это та палетка, которая была вдохновлена природными красками. Она просто восхитительно красивая. И это первая палетка Sleek, которую я увидела и поняла, что она должна быть у меня. Это то, что я искала. Здесь есть те цвета, которые я не могла найти у крутых профессиональных марок, типа Inglot, MAC. Как я уже говорила, вся палетка матовая, кроме одного цвета. В нем содержатся очень-очень мелкие блесточки, но их на глазах не видно. Поэтому не знаю, для чего они сюда добавлены, но раз есть, надо об этом говорить. Значит, теперь расскажу о каждом цвете поподробнее. Вот так, собственно говоря, выглядят все названия оттенков и все цвета. Начнем по очереди. В качестве базы под тени я буду использовать Maybelline Color Tattoo в оттенке 93 Cream The Nude. Первый оттенок Sunrise – Восход. Это желтовато-бежевый оттенок. В принципе, идентичен как раз с теми тенями, которые я использовала в качестве базы от Maybelline Color Tattoo. Но на глазах он практически незаметен. То есть, это больше не тени для моноиспользования, а растушевочный вариант. Вот, и вот так вот выглядит сводч. Они, в принципе, сливаются с оттенком кожи и на глазах практически не видны. Но, мне кажется, их цель как раз, чтобы делать растушевку для других цветов. То есть, поймать сводч на камеру практически невозможно. Следующий оттенок – Cloud Burst – Living. И это классический фиолетовый. И он совсем не уходит в синий. Это именно такой настоящий правдивый фиолетовый, где примерно одинаковое количество красного и синего. Он неплохо пигментирован, хорошо переносится. Но, на мой взгляд, с некоторыми другими оттенками, по сравнению, довольно суховат. На сводче же кажется, что в нем все-таки больше красного отливает, чем синего. В отличие, вот видите, от палетки. То есть, он на 100% как в палетке не переносится. И добиться такого эффекта невозможно. Вот так выглядит оттенок. На руке. В принципе, неплохая достаточно пигментация, но далеко от идеала. Прекрасно подчеркивает зеленые глаза. Из моих зеленых он делает такие светло-карие. На мой взгляд, шикарный оттенок. Но его можно найти аналогичный в других марках. Следующие три оттенка я покажу разом, потому что они довольно похожи. Оттенок Wild Wind, наверное, так читает. Оттенок Dawn и оттенок Miss. Вихрь, рассвет и туман. Это, в принципе, оттенки, которые достаточно похожи. То есть, это растушевочные, нейтральные оттенки. Вихрь теплый, песочный. Рассвет такой холодный, немножко лиловый. И туман потемнее, болотно-коричневый. В принципе, мне кажется, целесообразно сразу сделать свочи. Вот этот вот очень мягкий оттенок, в отличие от предыдущего. Хорошо пигментирован и обладает чуть сатиновой текстурой. Похожий, кстати, на контурирующие пудры от Анастасия. Вот текстура очень похожа. Следующий оттенок такой же мягенький, приятный. Вот так выглядит свочи. И последний тоже очень мягкий. И вот так вот выглядит. И давайте перенесем это все на руку. Вот так вот они выглядят. В принципе, на мой взгляд, очень похожи на то, как это выглядит в палетке. Мягкие, приятные цвета, чуть сатиновые. И прекрасно подойдут для растушевки. Их можно в ежедневном макияже использовать. На мой взгляд, восхитительные. И последний оттенок называется Moonbeam. То есть, лунный свет, лунный луч. И это светлый оттенок. Похож, кстати, на оттенок хрустальной туфелькой с предыдущей палетки. Такой же мягкий и приятный. Подойдет для высветления века, для растушевки, для высветления каких-то отдельных участков. Или как базовый оттенок. Его чуть-чуть совсем видно на коже, но на глазу его видно поярче. Обладает такой же текстурой, как три предыдущих оттенка. И, мне кажется, отлично вписывается в данную палетку. Следующий оттенок Twilight, сумерки. И это бордовый оттенок с примесью серого. Сочетание названия и оттенка, на мой взгляд, прекрасный. Но он по своей текстуре что-то между фиолетовым и вот этими четырьмя мягенькими оттенками. То есть, он не такой сухой, но и не такой мягчайший. И вот так вот он выглядит при переносе. То есть, у него пигментация намного выше, чем у фиолетового. Прекрасный, подойдет и для смоки, и для того, чтобы черные растушевывать. И в одиночную, например, складку его положить. Один из моих любимых оттенков. И вот такой вот найти уже тяжело. То есть, это не просто фиолетовый, это не просто бордовый. Это более сложный оттенок. И как раз название сумерки к нему отлично подходит. Следующий оттенок, и на мой взгляд, единственный такой электрический здесь. Называется Lightning и переводится как Молния. Он по своей текстуре такой же мягкий, как вот эти оттенки. И по пигментации тоже неплох. Переносится он вот так вот. То есть, он немножко, конечно, электрический и сложный его использовать. В повседневных макияжах, на мой взгляд, надо очень аккуратно. Чуть тоже сатиновой текстурой обладает. Так вот он выглядит. То есть, это такой розово-фиолетовый. И как раз его название отлично его описывает. Следующий оттенок, Thunder, Grom. Вот этот вот синий-серый. Он по своей текстуре очень похож на оттенок сумерки. И вот так вот он выглядит. В принципе, на свотче похож на свой вид в палетке. Вот так вот он переносится. И при растушевке уходит, на мой взгляд, в такой вот сероватый. Хорошо подойдет для смойки. Можно им аккуратно стрелочку нарисовать. И это, в принципе, единственный темный оттенок в палетке. И вот как раз в этом и заключается небольшая проблема. Что, например, если вы хотите оттенок сумерки углубить на веки, то оттенком Grom это явно не получится. То есть, вам все равно придется воспользоваться любой другой палеткой, где содержится темно-коричневый, либо темно-фиолетовый, либо темно-серый, либо черный оттенок. И рядом с ним оттенок Burliss, сияние. По текстуре также вот похож на предыдущий и на оттенок сумерки. И это чистейшая зеленка. Прям вот чистейшая. В палетке он выглядит более синим. На свотче, на пальце он выглядит еще более или менее синеватым. А на свотче на руке и на глазах, соответственно, это будет чистейшая зеленка. И с этим оттенком нужно быть аккуратным. С ним уже надо будет думать, какой макияж сделать. Он довольно хорошо пигментирован, чуть тоже сатиновой текстурой обладает. И стрелочки, например, цветные им рисовать потрясающе будет. Предпоследний оттенок Sandstorm. И это единственный оттенок, который содержит в себе небольшие блестки, но их на глазах не видно. И он похож и в палетке, и на глазах. С вот этим вот оттенком Down. Рассвет называется почему-то Песчаная буря. Хотя, на мой взгляд, вот этот оттенок больше похож на Песчаную бурю. На свотче он восхитительно мягкий. Зеленый у меня не оттерся. Вот так вот выглядит. Он менее лиловый, чем оттенок Down. Вот так вот он переносится. То есть он более сероватый. В этом больше лилового, а в этом больше серого. Также подойдет для повседневного макияжа. Просто потрясающе. И последний оттенок Sunset. Закат. Это классический бордовый цвет, который вытянет зеленый из ваших глаз. Сделает ваши глаза ярче. Надо быть с ним аккуратным. Но в растушевке в смоке он потрясающий. Он делает глаза и весь образ такой секси. Он по текстуре похож на оттенок сумерки. Прекрасно переносится на палец. И на глаза тоже переносится довольно хорошо. То есть это прям бордово-малиновый. В повседневном макияже, конечно, нужно быть с ним аккуратным. Но если вы хотите сделать фиолетово-сливовый бордовый смоке, то он незаменим. И, кстати, он похож на оттенок, по-моему, Анастасия. Несмотря на то, что они в палетках выглядят по-разному, на глазах и на свочах это почти одно и то же. Анастасия из палетки Зачарованный лес. И вот, собственно говоря, все свочи. В общем, я считаю, что в этой палетке есть и базовые, хорошие растушевочные цвета, и прекрасные, интересные цветные тени, которые все-таки довольно глубокие и богатые оттенки. Не смотрятся пошло. Даже вот эти вот фиолетовые. Их можно использовать аккуратно в макияжах. Если вы любите матовый макияж, обратите на нее внимание, потому что, если всего несколько матовых палеток, это ультрамат первый выпуск с яркими ядреными цветами, которые никто в жизни использовать не будет, и с темными цветами, которые далеко не все будут вам использованы. Здесь же очень женственные и красивые все-таки, на мой взгляд, оттенки. Прекрасно подойдет для зеленых глаз, кари зеленых глаз. Да, в принципе, и любых, мне кажется, глаз. Возможно, вот эти вот два оттенка будут делать светлых голубоглазых девушек немножко заплаканными и болезненными. И если вы считаете матовые палетки достаточно скучными, вы всегда можете разбавить матовые макияжи. Например, вот эта палетка. Используют отсюда металлики. Или, например, пигменты положить акцентно за эту цену. Я считаю, это прекрасные тени. Я рада, что я еще заказала ее за нормальную цену. То есть сейчас эти все палетки с них стоят уже более 1000 рублей. И за 1000 рублей 12 оттенков. Это, конечно, неплохо. Но как бы надо думать уже. И как раньше, да, там это супербюджетные тени. Ну, 1000 рублей это, на мой взгляд, много за палетку, который, например, там у вас только несколько цветов интересует. Здесь меня интересовали практически все цвета. И несмотря на то, что здесь много таких коричневых, практически одинаковых цветов, на глазах они выглядят по-разному. Ну, вот и все мое видео. Всем большое спасибо за просмотр. Напишите, какие палетки сливки есть у вас. Если у вас вот эта палетка Сила природы, мне будет очень интересно почитать. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока!